здравствуйте друзья меня зовут максим вы смотрите канал за квайс давненько я не снимал видео с различного рода прогнозами и предупреждениями по поводу россии и вот пришло время кое-что озвучить принесла мне сорока на хвосте информацию интересную которая будет весьма полезна в первую очередь жителям москвы как вы наверное знаете что у вас происходит в вашей замечательной стране рубль опять начал свое падение вот у газпрома проблемы вот власти всячески стараются внимание населения отвлечь от внутренних проблем экономических социальных и того кризиса в которой страна летит как курьерский поезд путем переключения внимания на войну с украиной но вот тут власти фиаско потому что процесс идет вял текущий украинские части ничего не предпринимают такого интересного и интерес постепенно пропадает украине у рядовых жителей и жители больше интересует не то что происходит в луганске и там или донецке а их больше интересует отсутствие товаров на полках магазинах рост цен и увольнения и соответственно уменьшение своих собственных накоплений вот все больше больше это волнует так вот с целью чтобы опять население немножко взбодрить и показать кто враг в сентябре месяце скорее всего будет произведена серия терактов в москве назвать их терактами в полном смысле слова нельзя и скорее всего будет провокация и организована будет теми людьми которые не так достаточно давно засыпали в российские дома учебной диксадины кого с этим ловили за руку по личным вот если помните прошлый раз людям которые прямую стояли за этим учебным диксадентом удалось открутиться вот что будет в этот раз я не знаю вот организация которая этим занимается у всех на слуху озвучить ее название не буду умные люди услышат и поймут о чем я и о ком я говорю вот то есть будет произведена серия таких вот провокаций с тем чтобы публично озвучить украинский след украинских экстремистов которые подло эти украинцы жида бандеровцы нелюди фашисты и поклонники гейропы в нашей хорошей замечательной москве устроили понимаешь подлые теракты вот вот это будет озвучено во всех российских сми если это произойдет вот вероятность того произойдет это или нет я не знаю какая вероятность ребята моя задача просто озвучить что те кто живут в москве немножко были поосторожнее и проявляли бдительность к тому что вокруг них будет сентябре происходить скорее всего по сценарию взорвут такие же дома в нищебродских районах где как бы и не жалко особо может быть это что-то будет типа кузьминок там не знаю типа выхина бирюлева какой-нибудь или еще естественно что никакие там элитные постройки не пострадает потому что власть тоже одупляет для кого нужно это мероприятие в первую очередь оно нужно для дегемонов чтобы дегемоны взбодрились и им значит соответственно скормили информацию о том что во всем виноваты украинцы вот наверняка наверняка те кто будет смотреть этот ролик начнут писать негативные отзывы то есть найдется изрядное количество людей которые начнут писать всякий бред что я могу сказать по этому поводу помните сказка была про мальчика только чего волки волки когда касается дело волков то да сказка работает а когда дело касается терактов и взрывов тут извините кричать нужно каждый раз с работы не сработать дело 10 главное людей предупредить я на своей шкуре столкнулся с ситуацией с терактом меня буквально не знаю проведение спасло не знаю помните кто-нибудь взрыв в переходе на пушкинской площади тогда все списали на взрыв газа вот но погибло изрядное количество людей в час пик в москве переходе на метро пушкинская вот я в этот самый день планирую поехать на малую брону к своим клиентам получить деньги за проданный товар но утром у меня вот какой-то блин не знаю апатия какая-то была не знаю вот что-то вот ощущение прислушиваться им ощущениям и вместо того чтобы по их клиентам я поехал к знакомым купил бутылку коньяка и соответственно про взрыв я узнал уже сидя у приятеля дома просматривая там каналы телевидение вдруг узнал что собственно говоря взрыв произошел именно тот самый момент когда я должен был находиться в переходе и соответственно или идти к клиентам и уже возвращаться с деньгами после этого случая стал очень четко прислушиваться к своим внутренним ощущениям когда что-то там внутреннее какое-то вот чувство мне подсказывает что что-то может быть и как правило вот этот мой мой внутренний этот человек аханта меня не подводит вот я стараюсь прислушиваться к своим ощущениям то же самое касается здесь еще раз говорю информацию я не просто выставлю с пальцем информация со мной уделились вот 40 прислал хвосте кто и как поделился я оставлю это за кадром ваше мнение то есть хотите прислушайтесь хотите не прислушайтесь если я окажусь не прав есть ничего не произойдет я только скажу слава богу ничего не было и все остались живы вот можете все что угодно писать там гневные там замечания так далее ты там не пробоков я только скажу спасибо богу что этого не произошло ну а если произойдет ну будете знать что такая вот информация была озвучена и такие действия заранее уже были известны гражданам вот информация стала просачиваться кстати я один я так понимаю стал обладателем этой информации потому что еще просматриваю интернет и уже несколько человек подобную информацию тоже озвучили скорее всего значит протечка информации идет нельзя такого рода информацию полностью скрыть и сделать секретной хорошего все дня чтобы все были живы и ваши все семьи ваши близкие все тоже были живы и здоровы хорошего дня